Сотренируется у Ильдара Фекчика Малединова, представляет МГФСО и является победителем первенства мира, первенства Европы. Я сейчас про Вадима Анохина, он также, конечно, и победитель, и призер чемпионатов России, кубков России, различных первенств страны. Он, конечно, также является еще и победителем, призером различных этапов кубков мира, международных соревнований. И вот на ваших экранах Павел Бузинов по-прежнему сконцентрирован на 200%. Вот как он уходит на дорожку, стоит уже на линии начала, знаете, как легкотлеты стоят в низкой стойке перед стартом. Также и Павел Бузинов уже стоит на линии начала. А Вадим Анохин непринужденно собирается, выходит на финальный помот. Вот мы с вами видим, как он раскручивает шнур, пока нес шпагу в свободном падении, скрутился шнур. Ну, надо, конечно, сказать пару слов о фехтовальной экипировке, чтобы вы, дорогие телезрители, разбирались с каждой трансляцией фехтований все больше. Это наша главная цель, но на самом деле не совсем. Главное, чтобы вы любили нашего спорта и за ним следили. Это самая большая для нас награда. Итак, шпага. У нас сегодня шпага. Вот вы видите, железная часть шпаги – это гарда, закрывает кисть руки, потому что поражаемая поверхность тела. И, конечно, кисть и пальцы бы очень сильно страдали, если бы ее не было. Называется шнур, который подключается к шпаге. Только шнур, никакой не провод. Будем с вами грамотными в этом плане. И на голове у спортсменов фехтовальная маска, не шлем. Вот такой краткий ликбез. И у нас начинается финальный поединок, решающий и главный на сегодня. Вадим Анохин, Павел Бузюнов. Ну, кто же сегодня заберет главный приз? Довольно динамично работают ребята. То есть мы вчера с вами наблюдали за женским фрагмиром. И женское фехтование, оно более сдержанное. Но, кстати, не в плане эмоций. Женщины прям очень-очень всегда празднуют свои уколы и криками. И, в общем, тут по большому счету, как вот женщины в принципе эмоциональны, так на дорожке у нас и есть. И мужчины по сдержанию мы редко слышим. Вот Павел Бузюнов, наверное, из немногих, кто очень ярко сегодня кричал после своих уколов. Но я думаю, что Вадим Анохин тоже себя в этом плане проявит. Вот на ваших экранах были тренеры Юрий Иванович Мерзлийкин, Ильдары Рафекочко-Малединов. Пока 0-0. Мы с вами уже знаем правил пассива, о котором рассказывала не разу эту трансляцию. Желтые карты получили спортсмены, потому что минуту двигались без укола. Пока это никому из них не страшно, но единственное, что если еще одна минута без укола, то там уже будут красные карточки, это будут штрафные уколы каждому из спортсменов. Счет по-прежнему будет равным. И если еще одна минута, то это уже черная карта, дисквалификация. И победит спортсмен, который за все в рейтинге не согласятся с таким фахтованием в финале, конечно же. И вот Вадим Анохин прямо под мои слова срывается в атаку, наносит свой первый укол в финале. Итак, у нас минуту 20 до конца первого периода. Всего периода может быть 3, может быть и меньше, если бой закончится счетом 15. Это может произойти и во втором периоде, и в первом периоде. Ну, в общем, по большому счету, бывает по-разному, но здесь, конечно, как мы уже говорили, ставки высокие. И никому не хочется рисковать. Пока начало боя, парни только присматриваются, в общем, ищут свою дистанцию, смотрят. И вот срывается в атаку еще раз Вадим Анохин. То есть вот нашел как-то он сейчас прием. Второй раз он сделал уже флеш-атаку и нанес два укола. Видите, как с переводом. Какая прелесть, что у нас есть эти видеоповторы. Юрий Иванович недоволен, да? Сейчас с Павлом Бузиновым, который не успел среагировать на атаку Вадима Анохина. Ну, это, конечно, как уже говорила, отдельное искусство. Эмоции тренеров надо дать за ними. Даже со стороны просто во время поединка смотреть. Конечно, тренер, мне кажется, фехтует даже больше, чем спортсмен в момент поединка. Внутри там просто ураган. И вот сейчас Павел Бузинов наносит выпадом свой укол. Даже выпадом, переходящим уже практически во флеш-атаку. Но достает он до Анохина. И счет становится 2-1. По-прежнему в пользу Вадима Анохина. Но сегодня у спортсменов были сложные поединки. И заканчивались они, можно сказать, точнее, решалось все в самом конце этих поединков. То есть легких побед не было сегодня у ребят. Так что и устали, но с другой стороны, ну, проигрывать, конечно, не хочется. Борются все всегда до конца. Я думаю, что финал будет очень интересным. 2-1. Впереди Вадим Анохин. И у нас чуть меньше 20 секунд до конца первого периода, после которого будет минутная пауза. И мы с вами слышим стоп. Алексей Ковалев дает команду. Потому что спортсмены друг друга пересекли. Встряхивает руку Вадим Анохин. Возможно, при пересечении немножко травмировал. Или, ну, такое возможно при пересечении на таких скоростях. С такими динамиками, с такой динамикой и мощью, конечно, бывает. И выкручивают кисть. Но вот у спортсменов, конечно, есть возможность обратиться всегда к медицинскому персоналу. Врачи всегда находятся рядом. Врачи сборной находятся здесь на турнире. Вот они весь день ходят по всей арене, смотрятся спортсменами. В общем, следят так, чтобы все было в порядке. И всегда готовы в сию секунду оказаться рядом. А мы с вами сейчас вот наблюдаем за эмоциями спортсменов. Это сейчас такой интересный жест был. Они нанесли уколы в гарды друг к другу. Они проверяют тем самым гарды. Они не должны гореть. То есть гарда защищает кисть, как мы с вами уже говорили. И, естественно, укол не должен в нее гореть. Вот они проверили, ничего не горит. Все в порядке. Они расходятся на линии начала и могут начинать поединок. Мы с вами не слышим, что говорят тренеры, но... Можно, в принципе, и догадаться. Можно, в принципе, и догадаться каждому из спортсменов, что сейчас нужно пожелать. Конечно, Павлу Бузюнову сравнять счет и выйти вперед. Но в любом случае работать нужно по уколу. И настраиваться нужно на каждый отдельный укол. Нет смысла настраиваться на победу в целом. Здесь каждый укол на один можно работать. Нужно, точнее, работать. И тогда уже в целом возможно и одержать победу. Но при этом, надо сказать, что бывают спортсмены, когда понимают, что делать. Они могут с тренером не взаимодействовать на минуте, могут отдыхать. Просто тренер может им принести воду, полотенце, чтобы прийти в себя. Здесь, наоборот, оба спортсмена общались с тренером прямо до последних секунд. И вот надо сказать, что какая-то подсказка, которую дал Юрий Иванович Мерзликин, Павлу Бузюнову, прошла. Потому что как только он нанес укол, он ознаменовал этот тренера, показал, что прошло и крикнул. 2-2. И у нас второй период. Выходит в атаку Вадим Анохин, попадает в оружие. Не смог нанести, там уже повторным действием нанес Павел. Но мы видим, что... Да, вот попал в защиту. И вот Павел... Да, и после защиты как раз наносит... В ответе наносит Павел. Не знаю, я так понимаю, что претензии именно к шпаге. Возможно, что-то не горит. Или показалось Вадиму, что он нанес в атаке. Но такое бывает, конечно, может не работать. Оружие, как мы уже говорили, конечно, перед любым боем проходит контроль оружия. Особенно там полуфиналы, финалы. Все проверяется, но в момент боя может выйти из строя. Посмотрите, как часто они делают батманы по клинку соперника. Ну, друг к другу делают батманы защиты. То есть клинки постоянно или соприкасаются, или взаимодействуют. Как так или иначе, ну и проклейка, которая проходит в самом клинке, может выйти из строя. Да и наконечник может выйти из строя. Сходил в ногу сейчас Павел Бузюнов. И Вадим Анохин не дал ему туда нанести укол. Видели такое действие передней стоящей ногой? Он ее собрал. Убрал руку сейчас Павел Бузюнов. Мы видим, что она у него или снизу находится, или сбоку. Вот сейчас он идет, разыгрывает атаку. Опускает ее вниз. И вот подбирает дистанцию к нему Вадим Анохин. Интересно опять вот эта игра и клинков, и дистанции не с первого раза попадают спортсмены друг в друга. Смотрим. Атака от Павла. Защита, ответ нет. Еще одна защита. После второй, если не ошибаюсь, защиты только Вадим Анохин нанес этот укол. Атака у Павла была хорошая, длинная, своевременная. Может быть, конечно, чуть издалека. Вот он не доехал. Но и Вадим Анохин ждал, я так понимаю его. Знал, знал, что он будет делать. По крайней мере, предугадывал. Ну а как? Фехтование – это самое настоящее шахматовое движение. Здесь нужно просчитывать. Нужно предугадывать. Знать соперника мало. Это абсолютно, абсолютная правда. Знать мало. Нет ни одного похожего боя в фехтовании. Все равно, даже если спортсмена знаешь много-много лет и постоянно с ним фехтуешь там в рамках сборной, но именно на тренировках в одном клубе, все равно это будет другой бой. И невозможно предугадать, кто выиграет. Потому что в фехтовании можно у кого угодно выиграть и кому угодно проиграть. Вот таков спорт. Этим он и интересен. В атаку выходит Павел Гузенов. Наносит свой четвертый укол. Смотрим с вами видеоповтор. Атака попал в защиту, но все равно нанес укол. Были у него сегодня такие уже уколы и в полуфинале, когда он выходит в атаку. Вроде бы соперник отражает атаку, но Павел продолжает под поинерцией это движение вперед. Он с таким желанием нанести укол и наносит его где-то даже и не в первом действии, но наносит 5-4. Впереди Павел Гузенов. А здесь уже в атаку выходит Вадим Анохин, как подбирал дистанцию. Вот надо иногда, мне кажется, прокричаться. Когда так долго готовишь, когда что-то, может быть, не получается или все идет не так, как планировал. Но вот надо иногда дать голосу, вот эти эмоции выбросить. Знаете, как изогнулся клинок Вадима Павла. И, естественно, деформировался. Он нам всем показал клинок. Я даже не знаю, получится ли у него выпрямить его. Может быть, и получится, но вот это займет какое-то время. Да, выправляет шпагу. И поднимается на финальный помост. Просит еще один момент, чтобы поправить волосы. И вот теперь все в порядке. Волосы убраны с лица. Ну, конечно, они могут помешать. В общем, многие люди спрашивают, как фехтовальщикам вообще в фехтовальной маске. Что мы видим ли мы что-то в фехтовальной маске? И нормальный ли обзор? Абсолютно нормальный спортсмен привыкает. Еще с самого детства, когда фехтует, привыкает к фехтовальной маске. И все прекрасно видит. Так что дискомфорта никакого фехтовальщики в фехтовальной маске не испытывают. Итак, видеоповтор. Через шестой захват выполняет сейчас флеш-атаку. Вадим Анохин. Шесть, пять. Выходит вперед. И я напоминаю, что это второй период. Остается чуть меньше минуты до его окончания. Будет опять та самая минута. Так называемый в других видах спорта тайм-аут, где спортсмены смогут немножко отдохнуть. Потому что, конечно, сегодня 136 спортсменов вышли на дорожки в центр гимнастики Казанской. Вот так много сегодня с утра. Здесь было народу вообще. И тренеров, и спортсменов. И вообще негде было, можно сказать, ходить. Даже несмотря на то, что огромный зал. Арена просто сумасшедшая. Красивая, украшенная. Хочется, на самом деле, все равно петь дифирамбы всем организаторам и всем причастным к организации этого турнира. Потому что по-настоящему фехтовальный праздник подарили нашим спортсменам. И завтра еще один день фехтовального праздника. Так что точно не пропускайте. Командное первенство. Это, надо сказать, особый вид в рамках нашего вида спорта. Потому что личные соревнования здесь каждый сам за себя. Потом на следующий день бывают те спортсмены, которые против друг друга, на следующий день фехтуют уже бок о бок и уже борются за командные награды. Но командный перс, он всегда очень эмоциональный. Потому что друг друга поддерживают спортсмены в секторе. Один фехтует, фехтует за них. Ну, то есть здесь это в любом случае интересно. 7 секунд до конца этого периода спортсмены, я так понимаю, не будут уже сейчас фехтовать или пытаться что-то поменять. Расходятся на минутный перерыв. Матаю головой сейчас. Вадим Анохин подходит вам к своему тренеру. А сейчас на ваших экранах Юрий Иванович Мерзликин и Павел Бузинов. Вот он, молодой спортсмен, 20-летний, который пробился в четверку по званию спортивному. Он наступает своим товарищам в этой призовой четверке. Они там мастера спорта международного класса. А Павел 20 лет. Совсем еще юный спортсмен. И вот он пробился в эту призовую четверку. И не только, а еще и в финал. Конечно, сегодня фантастическое их товар не показывает. Но все спортсмены на самом деле сегодня прям очень хорошо фехтуют в четверке. Мы с вами имели честь наблюдать за этим. Конечно, фехтование блестящее было и на других дорожках. И были такие напряженные эмоциональные поединки. Жалко, что это все осталось за пределами трансляции. Но, в общем, наблюдать сегодня весь день здесь на арене было одно удовольствие. За фехтованием, за поддержкой. На трибунах очень много и спортсменов, которые уже уступили. Кто-то еще, тренеры, друзья, родители приезжают, смотрят, болеют. Потому что, конечно, такие турниры, чем больше их, тем лучше. Для спортсменов это всегда, в общем, очень ожидаемо. И тоже повод погордиться и прийти поболеть за своих, там, не знаю, братьев, сестер. И, там, мужья, и семьи, все приезжают. Сближались сейчас спортсмены. Я так понимаю, что вот Алексей Ковалев на ваших экранах. Он дал команду стоп, защита, ответ. Ответа нету. Скручивается. Точнее, поворачивается. Вадима Анохина, как это, в общем, вот, типа, столкновение произошло. Я так понимаю, что и Павел потерял в равновесии и упал. Но все в порядке. Ничего, медицинской паузы никто не брал. Продолжаем дальше. Все в порядке. Спортсмены в строю. Ай, вот как они это делают. Просто неприкасаемые какие-то. Рядышком. Очень рядышком сейчас Павел был, но уколы не загорается. А вот у Вадима Анохина красная лампа горит. Защита, ответ. Продолжает Павел. 7-5. Впереди Вадим Анохин. Это третий период этого поединка. И у нас осталось 2,5 минуты до окончания этого боя финального. Конечно, Павлу сейчас нужно будет разыгрывать. И нужно будет свою атаку проводить. Уже в инициативе. Да, он выходит в атаку. Но здесь уже защита. Ответ от Вадима Анохина не дает ему возможности нанести укол. 8-5. Впереди Анохин. Вот такую вот длинную атаку выходит. Павел выпадом. Мы слышим, как тренеры подсказывают. Павел выправляет фехтовальную куртку. Вот там есть молния. А со стороны невооруженной руки. И здесь, конечно, это надо. С этим нужно следить за экипировкой. Потому что, допустим, вчера фехтовала в финале Азинат Мортозаева и Анастасии Рустамову. У Насти постоянно поднимался козырек маски. И судьи ей говорили его опустить, поправить. Потому что это просто небезопасно. Не дай бог бы попал на конечник. Даже не хотим думать об этом. Но, в общем, всякое случается. Все-таки у нас единоборство. Поэтому правила безопасности все должны быть соблюдены. И, естественно, проходит, как я уже говорила, контроль оружия. И маркировка на соревнованиях. Вот здесь вот за день до соревнования или в день соревнования. С утра спортсмены приносят свою экипировку для того, чтобы ее проверить. И, собственно, ставят штамп на куртку, на перчатку, на маску. Ну, в общем, проверять, чтобы все соответствовало. Чтобы все соответствовало правилам Международной Федерации хитования, которые введены уже, можно сказать, давно. Но для того, чтобы у всех была унифицирована экипировка именно по прочности. Чтобы исключить какие-то травмы. Ну, естественно, несчастный случай. Итак, в 8-6 мы возвращаемся на дорожку. Две минуты до конца финального поединка. В этих международных соревнованиях в Казани, которые проходят в центре гимнастики. Но вот на эти несколько дней гимнастический центр стал фехтовальным домом. Врывается, да, в ближнюю дистанцию сейчас. Павел готовит защиту ответа, но укол не горит. Ну, нету, нету укола. Он так поворачивается к суде, как будто спрашивает, ну, что случилось. Но я так понимаю, что Алексей Ковалев на ваших экранах, он сказал, дал команду стоп. Вот мы видим, что нету. Все, я понимаю, ну что попросил, видите, приобнял как будто бы немного Вадим Анохин Павла. И, может быть, Павел попросил посмотреть этот момент на видеоповторе. Но, с другой стороны, это же после стоп, после команды стоп было. Я думаю, что не на это. Вот разминает руку, сейчас стоит Павел, как уже говорили, с самого утра, ребята, здесь, с восьми утра, а может быть и раньше, может быть и с семи. С самого раннего утра они здесь, и, конечно, устали. Все устали, тренеры устали. Как переживать, как сложный боец слева. Итак, все-таки это, все-таки то, что я говорила, да, я так понимаю, что сделали арбитры предупреждения Вадима Анохину за удержание. Ну, то есть, типа, придержал он так Павла Бузюнова. Я думаю, что там просто уже было столкновение. Не думаю, что он пытался, конечно, избежать укола. Но все равно есть правило, которым надо придерживаться. И здесь это все-таки у нас вид спорта, где все разбираются на клинках, никаких, ну, то есть, неконтактный в этом плане вид спорт. А на ваших экранах укол Павла Бузюнова пока с переводом ушел в бедро, нанес красивый укол 8-7. Ну что, отставание всего один укол. Впереди по-прежнему Вадим Анохин. На ваших экранах вот сейчас был Павел Бузюнов, который пока есть возможность слушать советы Юрия Ивановича Мерзликина. Тем временем, может быть, при столкновении ударился Вадим Анохин, попросил как раз-таки врача подойти, чтобы посмотреть, что произошло. Ну и, соответственно, подморозить, как мы увидим, оказывать первую помощь. Ну и пока есть возможность пары фраз перекинуться с тренером. А может быть и не с тренером, а может быть только с врачами. Но ничего серьезного, я так понимаю, что медицинскую паузу уже брать не стали. Имеет спортсмен право взять в поединке медицинскую паузу 5 минут, но здесь все, мне кажется, и меньше минуты было достаточно, чтобы привести в строй спортсмена. Разные бывают причины для таких пауз. Конечно, медицинские какие-то показания, то есть если спортсмену больно, или травмы, или столкнулись, еще что-то. Но также бывает, конечно, что спортсмены берут паузу просто для того, чтобы ножку перебохнуть или переключиться, если вдруг у них перестало получаться. Может быть здесь это была та самая пауза, а может быть и нет. Но действительно, с такой динамикой и мощью, с которой фехтуют парни, можно и травму, конечно, получить, но легкую. А здесь у нас Вадим Анохин наносит 9-й укол сразу после как раз своего медицинского небольшого перерыва. 9-7. Впереди по-прежнему Вадим Анохин, заряжен Павел Мут, ну не горит у них вообще, что происходит, они сближаются, и оба пытаются, но нет укола. Наносит защита. Вот посмотрите, сколько защиты, сколько попыток укола уже перекручиваются спортсмены. Пересекают друг друга, отпускают шпагу, вот свободное падение. Вадим накручивает ее практически на руку, на шнуре. И сейчас мы ждем решения арбитров. Судьи отправились смотреть видеоповтор. Чтобы просто разобрать вот эту фехтовальную фразу, это абсолютно нормально. А судьи могут уходить на видеоповтор не обязательно по просьбе спортсменов, а могут еще и самостоятельно уходить, если, допустим, все-таки человеческий фактор, они могли что-то не увидеть, какой-то фрагмент, и есть всегда возможность обратиться к видеоповтору. Нет в этом ничего такого. И они даже могут иногда поменять решение, когда сами ходят на видеоповтор. Но я так понимаю, что укол не защитный, потому что спортсмены начинают не с ними начало. Значит, они продолжают со счетом 9-7. Впереди Вадим Анохин. И чуть больше минуты остается до конца поединка. Павлу нужно сейчас уже и разыгрывать, и рисковать. Не хочется уступать, конечно, раз уж он так высоко забрался. Но здесь уже защита-ответ от Вадима Анохина. И быстро, и четко прям ждал. Видно было, как он ждал вот этой атаки Павла. И вот она защита-ответ наносит. Так называемый парад-репост. У нас еще есть различные термины в фехтовании, французские термины. И, в принципе, это одно и то же. Поэтому, если вы иногда слышите парад-репост, это и есть как раз парад. Это защита-репост-ответ. И фехтовальщики пользуются и речи. Все эти формулировки и термины друг друга понимают. Итак, опять у них ближний бой, столкновение. Мы слышим команду стоп. 10-7 впереди и Вадим Анохин. 47 секунд остается до конца. Вадим Анохин. Вот опять атака от Павла Бузинова и защита от Вадима Анохина. Но здесь уже есть преимущество у Вадима в том, что он идет в счете. И, по большому счету, он может работать в обороне. В бой. Готовы. Начинаем. Итак, у нас 10-9. Это финальный поединок международных соревнований по фехтованию на шпагах среди мужчин. И у нас сегодня два московских шпажиста. Выясняют, кто же станет победителем турнира, кто заберет главный приз. Внушительный, действительно, призовой фонд установила Федерация фехтования России. Поэтому спортсменам есть за что побораться. Но, как уже говорила победительница вчерашнего личного турнира среди женщин Аизанат Муртазаева, сказала, что это, конечно, приятный бонус, но дело не в этом. Боремся на каждом турнире всегда. Вне зависимости от призового фонда. А на ваших глазах Павел Бузюнов сравнивает счет 10-10. Остается 29 секунд до окончания финального поединка. Вот так вот было преимущество у Вадима Анохина. И можно даже назвать его комфортным. 10-6, если я не ошибаюсь. И уже вот 10-10 буквально считанные секунды. Вот она красота нашего вида спорта. Как все быстро меняется. Итак, что? Спорная фраза. Спорная фраза. И судьи отправляются на видеоповтор. Вот мы видим с вами, как идет в атаку Павел. Защита. Вот они пересекают друг друга. И Вадим не наносит, ну точнее не горит его укол. Он кричал, мне кажется, потому что подумал, что нанес укол, а его нет. Так что здесь он или проверяет свое оружие. Мы видим, как Юрий Иванович празднует укол Павла, который его, собственно, нанес. Но сейчас мы будем ждать решения арбитров. Сложная фраза. И вот наши квалифицированные судьи, высоко квалифицированные судьи. Андрей Быков, Алексей Ковалев. Ну что, какое решение? На линию начала. И укол налево. Присуждается укол налево. Справа налево. 11-10. Впереди Павел Бузунов. 24 секунды остается сейчас у Вадима Анохина для того, чтобы сравнять счет. Ну и попытаться выйти вперед и вообще выиграть этот поединок. Но вот так вот за действительно считанные секунды вообще финал перевернулся. То есть удалось Павлу переломить вообще сейчас ход событий. Посмотрим, чем это закончится. 24 секунды, дорогие телезрители. Очень интересная концовка. И смело, кстати, выходит Павел вперед. Идет в атаку. Хотя, по идее, может быть и стоило ему сейчас удержать. Постараться удержать свое преимущество 24 секунды. Можно потерпеть его, бароний посидеть. Но он решил сходить в атаку. Посмотрите, пошел. Защита, ответ. Не в первом же действии, но красиво с разворотом наносит Вадим Анохин. Ну что, 11-11. 12-20 секунд до конца третьего периода и, собственно, до конца финального поединка. Но что, будут спортсмены рисковать или они оставят? Все до приоритета. Мы слышим команду Юрия Ивановича фехтовать. То есть, чтобы Паша не оставлял, ну, не оставался, чтобы на месте. А до самого конца работал. Время закончилось. 11-11. Ну что, победа в сегодняшнем турнире. Будет решаться на приоритете. Очень напряженный момент. Приоритет слева у Вадима Анохина. То есть, получается, что сейчас будет дополнительное время. На приоритете дается минута. И за эту минуту, если никто не наносит укол, то выигрывает Павел... То выигрывает, прошу прощения, Вадим Анохин. Потому что приоритет на его стороне разыгрывается рандомно. Здесь нет никакой закономерности. Павлу нужно уносить укол. И наносит укол Вадим Анохин. Становится победителем международных соревнований. По фехтованию на шпагах, которые на протяжении трех дней идут в Казани. Принимает центр гимнастики нас. И красивый финальный поединок. Сейчас мы ждем решения судей. Но это был чистый укол. Мы с вами видим, здесь не были нарушены никакие правила. Срывает маску. Скидывает руки наверх. Укол направо. Да, укол направо. Ну что, мы поздравляем Вадима Анохина с победой на этих соревнованиях. Я знаю, что какое-то время он не выступал на нескольких турнирах предыдущих всероссийских. И вот, может быть, это там было связано как-то по медицинским каким-то проблемам. Может быть, болел. Но, по крайней мере, он не выступал какое-то время. И вот вернулся сейчас. Приехал на этот турнир и завоевал золото. Завоевал главную награду. Это очень здорово. Мы его поздравляем с этим великолепным результатом. Ну, конечно же, мы поздравляем и его тренеров. И всех причастных к этой победе. Ну, а как же.